Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделию. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь по призванию. С нами выращивание винограда понятно и доступно. Сегодняшний ролик посвящен борьбе с осами. В этом сезоне ос очень много и прямо у нас начинается битва за урожай. Как правило, проблемы возникают позже, сейчас 10 августа. Обычно проблема возникает к 20 числам, но в этом сезоне осы прям лютуют, они очень голодные, поэтому уже проблема обрисовалась. Поговорим, что с этим делать. Заранее приношу свои извинения за низкий звук в видео. К сожалению, я забыла микрофон при переездах туда-сюда, такое бывает, поэтому, пожалуйста, проявите снисходительность. И прежде чем мы перейдем к конкретным методам борьбы, еще пару слов хотелось бы сказать. Существует байка, что осы начинают есть виноград только тогда, когда он созрел, либо там, что у него будет определенный уровень сахара. Это миф. Да, возможно, в каких-то жарких странах, где и так много всякой еды, это имеет место быть. Но у нас, вот особенно этот сезон, осы голодные, и они не сидят с сахарометром. Все, вот им надо что-то есть, они идут и едят виноград, едят, начинают есть более ароматные сорта. Мускаты, также те, у кого тонкая кожица, то есть все, они уже начали свое злое дело. И еще такой момент, если вдруг уже шли дожди, у кого-то ягода начала трещать, то, конечно, на треск приходит тут же оса. Ей пахнет, ей вкусно, ей хочется кушать. Пока с вами разговариваю, да, летают тут. Но даже и не треснутую ягоду, они очень прекрасно кушают и могут выедать вообще все вплоть до шкурок. Но это, кстати, не самый плохой вариант. Плохой вариант, когда они там надгрызут, там надгрызут. Ягода поврежденная, туда приходят гнили. И от вот этих пораженных ягод поражаются и другие. Поэтому не надо сидеть и ждать, что может ко мне оса не придет, или у меня еще ягода незрелая. Они могут свое злое дело сделать буквально за пару дней. И поэтому бороться с ними нужно сейчас. Конечно, самая надежная защита, самая верная и проверенные – это мешочки. Туда точно оса не залазит, но мешочки нужно, во-первых, иметь. Можем пошить сами, можем купить, пожалуйста, любой вариант. Их надо надеть. Ну, это работа. И когда гроздей много, когда урожая много, то, конечно, это занимает большое количество времени. Хотя это является единственной стопроцентной защитой. Я мешочки шила сама, потому что были сезоны, когда надо было надевать на большие грозди, а стандартные нам по размеру не подходили. Поэтому шила сама из самого тонкого спонпонда, либо, вот смотрите, из старых занавесок. И завязываются либо самим верхом мешочка, либо сверху веревочкой. Да, конечно, немножко неудобно, но когда надо много, то в этом есть смысл. И смотрите, мешочки еще чем хороши, они защищают в том числе и от птиц. Хотя, конечно, надеть их и снять – это проблема. И еще, если вдруг решите шить сами, то шейте максимально большой размер. Чем больше мешочек, тем лучше, даже если его надеваете на маленькую гроздочку. Потому что будет лучше проветривание и меньшей вероятности, что там что-то может загнить. А дальше приманки и ловушки. Ну, смотрите, прежде чем мы приступим к ним, я бы хотела еще рассказать, что у нас случилось в этом сезоне на нашем участке. А на нашем участке завелись земляные осы. Вот эта ямка, вот здесь было их гнездо и прямо вот рой. И смотрите, рядышком кустик молодой. Как вывести? Причем вот здесь, да, тут было несколько выходов. Просто настолько было много ос, что подойти к этому гнезду и там что-то рассмотреть, попытаться, ну, это было крайне опасно. Существует множество всяких в интернете советов, как этих самых ос побороть, там нас заливать, поджигать. Здесь, ну, смотрите, да, ну, рядом кустик, это вот сейчас я уже убрала траву и видно, что там ничего не было. А так, ну, можно было предположить, что и под самим кустом, вот прям под самим кустом какие-то есть тоже норочки, отверстия. И исключать то, что мы повредим корневую систему, мы такого исключить не могли. Поэтому радикальные методы отмели сразу. Такие, как залив агрессивной жидкости и поджог. Ну, не наш вариант. Пару слов скажу о том, что, конечно, я искала различные способы в интернете. Что мне больше всего понравилось, это, например, гнездо поджечь, да, осы будут вылетать, а ты в это время будешь это гнездо перекапывать, чтобы негде, никуда было вернуться. Вот мне бы очень хотелось посмотреть видеоинструкцию на этот совет, как перекапывать гнездо, когда вокруг летают осы. Наверное, только в суперзащитном костюме. А второй замечательный совет был, это вбить в гнездо кол, причем осиновый. Ну, тоже вот такой замечательный рабочий совет. Ну, конечно, нам это ничего не подходило. И что делать? Значит, я оставила ловушки. Смотрите, ну, здесь все просто, да, пластиковая бутылка обрезана и горлышко вставлено. Единственное, что вот здесь она обрезана высоковато, надо обрезать вот так вот. Вот, тогда оно удобно будет вставляться. Что заливается туда? Туда заливается любое старое варенье, разведенное с водой. Туда можно заливать остатки пива, ну, что-то вот такое. После туда залетают, обратно не вылетают. Вот, вот там, видите? Они покоятся уже. И, кстати, вот этот результат, это буквально за пару часов их столько налетело. Второй вариант, это приманки с отравой. Сейчас мы про них поговорим. Для понимания масштаба трагедии, я вот с утра им налила свежие мисочки. Вон ловушки. Вот здесь реально раи. То есть ос было много, да, вот, вот гнездо, и рядом специально, чтобы не совсем на земле, я поставила вот ведро с приманками. Первое время я вот в это варенье добавляла борную кислоту тоже. Вот самый частый совет, это добавлять борную кислоту. Я вам скажу, что ос было столько, что вот наливаешь, сейчас видно, что жидкость там есть. А так, наливаешь жидкости где-то на сантиметр, через час жидкости нету, остается одна гуша. Они все это выпивали. Он какая-то единичная летает, пусть я. Ну, больше мухи. И вчера я уже даже гнездо только ковыряла, все, там никого нет. Простите, отвлеклась, значит. Приманку, борная кислота туда. И так было где-то недели полторы, наверное, даже две. После того, как я обнаружила это гнездо. Но видимого эффекта, то есть ос было много, они все это прекрасно ели. Они в этой приманке частично тонули, но эффекта, то есть их все равно было много. Их было не просто много, а очень много. Такие же приманки я оставляла и в другом месте. Ну, видите, прилетают. Конечно, они прилетают, но количество их сократилось в разы. Вот тоже ловушки со вчерашнего дня, видите, сколько там бобра. И вот то, о чем говорила, что ниже обрезать бутылку. Так вот, как я уже сказала, борная кислота не работает. Они прекрасно прилетали, все это ели, да, где-то были погибшие. Но это просто небольшое количество и раи. Вот раи выносишь в приманку и прям вот все вокруг жижит. Вот, потом я купила Актару. На глаз, абсолютно вот на глаз, на пол-литровую баночку, там чуть-чуть это Актары домешало, осы исчезли через час. Вот сейчас я вам показывала. Если бы я решила это снять вчера, как я добавляю им приманку как раз-таки с Актарой, то подходить туда было бы опасно. Там бы очень все жужжало, равно как и у гнезда. Но вот только я им дала Актару, через час осы исчезли, несмотря на то, что был солнечный погожий день. А за день до этого погода была пасмурная, чуть ли не дождик моросил, и все равно это были раи ос. Поэтому работает хорошо приманка с Актарой. Повторю еще раз, приманка любая, варенье, пиво, ну что-нибудь такое. Пчелы. Важно, очень важно, если вы решите вот так вот вытравливать ос, пожалуйста, наблюдайте, чтобы туда не прилетали пчелы. Один год я просто видела, что несмотря на то, что дрожжи даже специально туда добавляла, чтобы она бродила, и был такой вот запах, который пчел не привлекает. Но у кого-то здесь были очень голодные пчелки, и они на все это летели, а там отрава. Пчел давайте побережем. Не надо думать, что это пчелы чужие, подумаешь, пару штук сдохнет. Пчелы наши друзья, да, и для всей нашей экосистемы они нам нужны. Поэтому, если вдруг вы видите, что туда прилетели пчелы, меняем приманку на пиво, можно пробовать менять на мясо. Но вот, кстати, на мясо, на фарш как-то осы проигнорировали. То есть, либо меняем приманку, либо ставим ловушки. Ну, к сожалению, так, да, давайте все-таки я призываю, пчел побережем. Ну, возвращаемся к нашим баранам, да, к нашим осам. То есть, октора выводит хорошо, но не стопроцентно. Понимаете, осы, вот гнездо мы убрали, да, количество их уменьшилось. Вот там на досках я показала расставленные приманки. То есть, их прилетать меньше. Но все равно они могут прилетать, и все равно они могут кушать наш виноград. Поэтому, если хотим спасти, если хотим стопроцентно защитить, я начинала с этого, то одеваем мешочки. У нас всего много, и мы понимаем, что мы физически не в состоянии надеть мешочки на все. Ну, можно понаблюдать, во-первых, какие сорта они едят, да, на кого они нацелены в первую очередь. Например, надеть мешочки только там, и расставлять вот эти приванки, расставлять эти ловушки. Таким образом, мы все равно очень сильно, я вам показала, да, за сутки, что там накапливается. То есть, мы очень сильно уменьшаем количество вот этих самых ос. И правильно вообще, ну, я знала об этом. Ну, все время повторяю, ежеден не будешь умен, и хлопот много, забот много, об этом забываешь. Вот эти вещи надо было ставить в середине июля. Да, раньше, когда у вас начинает выводиться приплод, они эту приманку, отраву несут туда, там травят малышей, ну, и все красиво погибают, да. То есть, это надо было делать раньше, сейчас мы уже работаем как есть. Но, все равно, как говорится, не ждите до последнего. Приехали на участок, посмотрите, и если вы видите ос, даже, может быть, еще ваш виноград не дошел до той кондиции, когда он для них привлекательный. Но поработайте немножко на, скажем так, профилактику, да, потому что потом, ну, реально сложно от них избавиться, к сожалению, вот так. Надеюсь, ролик был вам полезен, большое спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших с ротов винограда и наши контакты. До новых встреч!